Здравствуйте, меня зовут Затконов. Сегодня мы поговорим по поводу картины, какие нужно создавать и именно советы, рекомендации что именно на этих картинках писать. Я вот работаю примерно такой вот картиночкой, то есть я меняю только название периодически, чтобы картинку не блокировали за то, что рассылают одно и то же. То есть поменяв название картинки, мы меняем код картинки. То есть на этой картинке вы можете видеть то, что что именно я написал на этой картинке, то есть что именно для меня важно в компании. То есть я зову только на бизнес людей, а тех, которые уже отказывались, написали неинтересно, то есть им неинтересен бизнес. Но этому человеку, который отказал, можно предложить также дисконт. То есть смотрите, сейчас много идёт такого, то что без продаж, без этого там 2-3 часа максимум в день. То есть я такого не пишу. Почему? Потому что вы должны понимать, каких людей вам нужны. То есть за 2-3 часа, ну извините, это только рекрутирование. И всё. То есть обучение уже можно забыть. То есть я не пишу время, сколько нужно. То есть мне нужны активные партнеры, которые будут, можно больше уделять времени для этого бизнеса. То есть для обучения, для просмотра вебинаров, для работы. То есть чем больше человек потратит времени на этот бизнес, тем больше, быстрее у него будет рост. То есть здесь пишу то, что быстрый камерный рост, обучение, помощь, построение структуры. То есть то, что мы помогаем нашим новичкам строить структуру. Соответственно это пишу. То есть круглосуточная информационная поддержка. То есть в чатах могут нас всегда помочь, если, например, наставника нету сети. При активной работе, я сейчас читаю уже, то, что 20-30 тысяч рублей в месяц. Но это чисто при активной работе при заднитости примерно от 6 до 8 часов. То есть если вы будете тратить на этот бизнес, то через 3-4 месяца у вас уже будет доход в месяц 20-30 тысяч. Далее. Поездки за счет компании. То есть вы можете написать что-то свое, что вам важно в этой компании. Что когда вы пришли, что вам важно было при выборе этой компании. То есть вы на этой картинке вы должны написать. Обязательно оставляем свой скайп на картинке вайбера в сети на рабочей страничке. чтобы человек мог найти вас в этом же скайпе и с вами списаться. Также вайбере написать. вы смогли человека то есть телефон у нас всегда под рукой даже куда-то мы идем интернет на нем постоянно есть. То есть мы можем человеку писаться уже в онлайне. Не всегда же мы сидим за компьютером и например куда-то уезжаем интернет всегда у нас есть. То есть и мы можем человеку ответить там например если сейчас у него компьютера там, ну, побеседовал с человеком, может даже созвониться с человеком, объяснить ему, а зарегистрировать уже когда будете дома. То есть, ну, вот, в принципе, как бы здесь ничего секретного нету, мы не подписываемся, потому что мы какие-то крутыми, там, директорами являемся, то есть это людей пугает. То есть, почему? Потому что, ну, вот, смотрите, со стороны простого человека. Ему, так, он принял дружбу, ему такое сообщение, бац, какой-то там старшенациональный директор, что за старшенациональный, он еще даже о сетевом бизнесе, только ничего не знает. То есть, мы поэтому пишем, то есть, являемся лидерами компании, или там можете написать представители компании Faberlic, да, и там интернет-проектов Faberlic Online, то есть, в принципе, экспериментируйте. Почему? Потому что не обязательно писать именно такой же текст. Объясню почему. Потому что, во-первых, если вы составите текст сами, то на этот текст будут приходить люди. Вы уже этот текст сами корректируете, смотрите, как отвлекаются люди. То есть, здесь, как выглядит. Здесь наша общая фотография с Анной. Я поставил, то есть, логотип, ну, это старый логотип, еще не поменял картинку, в принципе, этим работаю. В принципе, регистрации есть. Людям это не принципиально. Просто, как говорится, Faberlic Online это уже бренд. В сети именно нашей компании. То есть, что еще могу посоветовать по этой картинке? Здесь делайте, чтобы, во-первых, на спокойном фоне. То есть, не слишком, чтобы он раздражал зрение. И поменьше выделяйте слова. То есть, у меня здесь идет три выделения текста. То есть, не больше пяти. Должно быть разных форматирований. То есть, вот здесь вот у меня синим выделено, здесь черным, здесь оранжевым. То есть, здесь и сам логотип желто-красный. То есть, не больше пяти выделений, чтобы человек смог почитать эту фотографию. То есть, чтобы ему было интересно. Как бы, чтобы человека привлекало внимание. То есть, можете в поисковике вбить спокойные тона. То есть, вот, цвета доверия. То есть, можете это все вбить. Это все, в принципе, есть в интернете, чтобы подобрать картинку. И чтобы она была привлекательной для человека. То есть, как бы, вот такие рекомендации я могу дать. То есть, вы что-то здесь можете свое написать. Как-то это, как-то изменить. То есть, здесь не нужно все делать по одному какому-то четкому шаблону. То есть, почему? Потому что, во-первых, у меня один характер. У моей жены другой характер. Например, у Николая Андрейка, нашего высшестоящего наставника. Другой характер. То есть, здесь мы ищем, прежде всего, схожих с нами по характеру. То есть, с которыми нам будет легче строить бизнес. И все. То есть, здесь вы должны написать на этой картинке, то, что именно, что у вас больших цифр, как говорится, больших цифр не стоит писать. Вы можете даже ту сумму уменьшить. То, что 20-30 тысяч. Можете поставить 15-20 тысяч. То есть, и это вполне нормально будет. То есть, и там, например, месяц увеличить. То есть, все же зависит от активности нашей работы. То есть, чем активнее человек работает, тем быстрее у него рост. То есть, я написал здесь именно среднее. То есть, тут у нас за два месяца выходит на директора с зарплатой от 30 тысяч. А кто-то за год выходит на директора тоже так же с зарплатой от 30 тысяч. Здесь все зависит от самого человека. У каждого свой темп развития. И здесь нужно это понимать. То есть, все мы просто одинаковые. Разные вернее. Одинаковых людей не бывает. То есть, как создал картинки, в принципе, смотрите. Здесь другая картинка. Я уже что-то попытался поэкспериментировать, чтобы подредактировать текст. Что-то поменять. То есть, фон другой уже поставить. Потому что тем уже долго работал. Здесь все, 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 как бы вот фотографии. Вы можете вставить ее уменьшить, где-то обрезать, чтобы, ну, например, не влезать. Например, чтобы вот так вот было, да, как на той картинке. Просто экспериментируйте над своими же фотографиями, картинками, которыми вы работаете. То есть, как преобразовать. То есть, вы в это презентацию. Паралпоинт. То есть, презентации. Просто создаете презентацию. Здесь сохраним. Далее. Нажимаем на меню. Дальше. Сохренить как. Другие форматы. То есть, здесь можете сразу же подписать. Да. Не выбрали здесь. JPEG. Ищем рисунок в формате JPEG. То есть, и здесь. Меняем название. Например, жерну. 2, 3, 4. Нажимаем сохранить. Только текущий слайд. Если у вас будет несколько слайдов, если нажимаете все слайды, то они все преобразуются. Но они станут папкой на рабочем столе. Если только текущий слайд, то он появится на рабочем столе. Как у нас здесь, да. Так вот, 2, 3, 4. То есть, у меня уже такая поведенная картинка есть. Чтобы не запутаться, я ее удалю. И все. В принципе, я думаю, все понятно разложу. То есть, логотипы, еще новый логотип. Я загружу, вот это, как пример, картинку, которую я вам показывал. Вот это вот, да. Загружу на Яндекс.Диске и передам Ане. То есть, и новые логотипы. То есть, они у меня есть. То есть, вот они, 3 логотипа. То есть, которые вам понравятся, то ты выбираете, в принципе, в одном формате просто где-то белое, а где-то прозрачное. То есть, здесь, смотрите сами, я это загружу. Для вашего удобства. Спасибо за внимание. Я думаю, был вам полезен. Всем пока-пока.